Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Почему мужчины не держат свои обещания и словами разбрасываются налево и направо? Расстались с парнем, собрался знакомиться с родителями и брать бежеонин редко. Передумывалось, что меня полностью морально убило. Ещё один парень, бывший, мои первые отношения вообще говорил, что мы будем вместе, но всегда и никогда не расстанутся, и что серьёзные отношения тоже возможны лишь потом. Он сказал, что... А, что серьёзные отношения тоже возможны. Лишь потом он сказал, что временно нет ресурсов, и он ещё подумает, сможет ли он дать, но в итоге сказал, что я достойно большего, и мне нужен тот мужчина, который сможет дать мне стабильность. При своём уважении и... понимании того, что вам тяжело и того, что вам обидно, больно сейчас вероятно. Вот. С точки зрения психологии, вы здесь совершаете несколько ошибок. во-первых, вы обобщаете, то есть, вы говорите о двух мужчинах, вот. Два мужчины, двое мужчин, это те, что у вас были, никак не характеризуют всех мужчин в целом, это первое. То есть, понятно, что, что у вас говорит обида сейчас. Это понятно. Но... необходимо отделять эти вещи, вот, то есть, необходимо отделять обиду, вот, грубо говоря. проектирование 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 её же так скажем, на реальность. Вот. Это первое. Второе. то, что психологи не могут говорить за других людей. Вот. не могут не могут не должны говорить за других людей. Мы говорим только за тех, кто к нам, вот, собственно, обратился. Вот. Поскольку к нам обратились вы, то мы будем говорить, собственно, про вас. вот. Мы будем говорить о том, о том, что происходит с вами. С точки зрения психологии, я бы сказал, что вероятно, у вас есть некая модель поведения вашего, которая вот по ряду причин отталкивает ну, мужчин. Вау. Вот. То есть есть причины, по которым у вас не складываются отношения с мужчинами. И как как я думаю, крайне желательно, чтобы вы преследовали этот момент, этот момент. вот что в вашем поведении может обуславливать такую реакцию мужчин. мужчин что сначала они хотят с вами быть в отношениях. по потом уже нет. Если проанализировать вашу модель поведения и то как вы устраиваете отношения с мужчинами. вот я думаю, что можно будет увидеть причины, можно будет увидеть аспекты, которые определяют то, что с вами происходит. вот например то какого рода вы выстраиваете отношения на каких ну на каких основаниях вы выстраиваете отношения с мужчинами. то есть что вас объединяет с ну с мужчинами, да? что вас связывает с что между вами общего между вами и и мужчинами. это все может вполне подсказать все это может вполне подсказать в в каких направлениях вам нужно двигаться вот чтобы ну вот эту ситуацию исправить. то есть чтобы ну мужчины просто не сбегали грубо ну грубо говоря вот но как вы понимаете без анализа да без анализа и собственно без работы с вами вот ну вряд ли можно говорить а в принципе это возможно в первую очередь вам нужно прожить вашу травму психологическую которая у вас вероятно есть и которая мучает вам ну вести себя как-то вот плюс-минус да корректно как-то плюс-минус хорошо как-то вот плюс-минус хорошо чтобы вы чувствовали что вы свободны дальше дальше а мне бросаются глаза что 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 как будто бы вы хотите чтобы мужчина дал вам определенную гарантию что будет с вами с вами всегда например если вы сами по какой-то причине тяготеете к этому то есть транслируете ну вот транслируете человеку такие мысли вот ну мысли мысли о том что отношения это навсегда да и так далее вот если вы сами транслируете своему мужчине такие мысли именно это может его отталкивать потому что здесь вполне возможно имеет место быть ваша тревожность тревожность вот ваши страхи вот и соответственно это как бы переносится переносится на другого человека и другому человеку в общем в целом это ну не особо нравится вот другой 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 человек он может от этого стараться как-то отходить да потому что ему некомфортно ему на него это может оказывать какое-то давление отношение и так далее вот понимаете понимаете да поэтому очень важно посмотреть что делаете вы и как устраиваете отношения вы и ну какая цель вот при построении отношений потому что если цели ваши достаточно узкие ну вот если ваши цели достаточно такие вот ну как я бы сказал да однозначные то есть вот например семья да тут значит значит а вот построение точнее построение семьи например вот и все то конечно это может ну на мой взгляд это может отталкивать действительно ну мужчин вот это правда и и в данном случае вам на мой взгляд желательно менять свое поведение именно вам а они ну как бы мужчин мужчин обвинят да вот не менее важным как мне думается аспектом является и то того каких именно мужчин вы выбираете то есть что это за мужчины то есть нет ли у вас к примеру ээээ ну случайно такого что вы ээээ хотите как-то вот ну переделать человека требуете от него чего-то давите боитесь может быть такой вариант тоже в в поиски вполне может быть хотя это и просто в данном случае моя гипотеза и не более того тем не менее это вполне может быть такая история такая штука вот поэтому крайне важно с этим разобраться и крайне важно это посмотреть сначала возможно имеет придется по исследовать вам именно свои ощущения да свои эмоции вот придется преследовать вашу модель, ну модель выстраивания отношений и на мой взгляд, когда это будет сделано, вот, я думаю, что вы не будете уже так болезненно, так, может быть, остро, а на это реагируют. Это совершенно не значит, что мужчины могут поступать с вами так, как они поступают, а так сказать, никто не хочет. Но вам нужно разобраться именно со своей страной, понимаете? И пока этого не произошло, я думаю, что вы будете испытывать сложности. Я думаю, что вы будете испытывать трудности. Вот. Как раз. Такие. Вот, пожалуй, какой-то такой ответ я мог бы вам дать. с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Вот. Мы, да, мы можем, мы можем обменить, ну, мужчин, да, вот. Вне всякого сомнения, мы можем обменить мужчин. Ну, как бы, кому, ну, как бы, грубо говоря, от этого будет легче. Ну, на мой взгляд, вы совершенно этим ничего не добьетесь. Вот. Как, как мне, по крайней мере, по крайней мере кажется. На этом все. Буду вам благодарен за обрядную связь по мимому ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Это позволит вам сформулировать для себя базовые постелаты. Для психотерапии. Вот. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. Удачи. Удачи.